Перспективу создания полноценного экономического и монетарного союза обсудят на встрече в Брюсселе руководители ЕС. Для достижения этой цели некоторые из них предлагают выпускать совместные облигации. Это дало бы бедствующим странам доступ к более дешевым заемным средствам. «Вопрос евробондов и некой коллективизации долгов неизбежно будет предметом обсуждения, считает брюссельский экономист, хотя Германия очень неохотно смотрит в этом направлении». На повестке дня саммита строительство Банковского союза. Его немецкое правительство поддерживает. Лидеры рассмотрят меры поощрения роста и занятости, более тесную интеграцию в зоне евро. Особо стоит вопрос об Испании, которая вот-вот попросит о помощи. Германия в лице своего министра финансов предложила назначать суперкомиссара. Такой чиновник был полномочен браковать национальные бюджеты, которые усугубляют долговой кризис. «Идея создать в Центре финансовой системы какой-то сильный орган по обеспечению бюджетной дисциплины – это хорошее начало, продолжает Фабиан Цюлек. Но, по-моему, не следует этим ограничиться и посмотреть также на то, что мы можем сделать на европейском уровне для оживления экономической активности в поражённых кризисах странах, как мы можем заставить наше хозяйство работать лучше». На встречи президентов и премьеров может зайти также речь о будущей структуре еврозоны, включая создание для неё отдельного бюджета. «И, наконец, Греция. Темы спасения экономики и финансов этой страны нет на повестке дня, но обсуждать её будут обязательно, передаёт корреспондент Евроньюз. Следите за ходом встречи в Верхах и её решениями в четверг и пятницу. Мы будем вести прямые репортажи, а эксперты и политики будут комментировать саммит в нашей студии». А спросьте. Аплодисменты. Аплодисменты. Аплодисменты.